25 лет назад в Архангельске был открыт мемориальный комплекс Площадь Памяти. В этот день на Вологодском кладбище перезахоронили 16 солдат, погибших в Афганистане. С 1994 года на кладбище были начаты захоронения военных и милиционеров, погибших в Чечне. Сегодня в 10 часов утра на Площади Памяти пройдет торжественный митинг. Сегодня в САФУ откроется международный форум «Арктические проекты. Сегодня и завтра». Участники обсудят вопрос экономического развития северных регионов России в его связи с реализацией нефтегазовых проектов в Арктике и судоходством по Северному морскому пути. До 1 декабря жителям Архангельской области нужно заплатить три налога за прошлый год. Это налог на имущество, земельные и транспортные налоги. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа, все налогоплательщики должны получить уведомления о сумме оплаты. Причем уведомления могут прийти двумя способами. Какими же и что грозит в случае неуплаты налогов? Об этом подробнее мы расскажем уже в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Сегодня в Устьянском районе на автодороге Вельск-Шангалы в районе поселка Советский будет открыт новый железобетонный мост через реку Устья. Переправу построили за короткое время на деньги областного и федерального бюджетов. Сегодня на Кегострове пройдет церемония открытия памятного знака в честь 75-летия военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США. Кегостров выбран для установки мемориала не случайно в годы Великой Отечественной войны. Здесь находился военный аэродром. 31 августа 1941 года конвой «Дервиш» доставил сюда первую партию британских истребителей. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова, 154. Сегодня в Архангельске облачные с прояснениями погоды, небольшие осадки. Ветер северо-западный и западный слабый до умеренного. Температура днем от 3 до 6 градусов выше нуля. Атмосферное давление существенно не изменится. Тип погоды – второй благоприятный. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых главных событий.